Вязание Вязание Первое, что мы делаем, снимаем нити-натяжители с компенсатором. Если их три, снимаем все три. Второе. В очередь идёт нити-направители. Я снимаю один. Если у вас было три нити-направителя, снимаем все три. Далее вынимаем из счётчика стойку. Откручиваем сам счётчик. Прижимной винт. Открутили. Вытащили счётчик. Винт не теряем. Прикручиваем его сразу на место. Такие вещи очень легко теряются. Потом будут проблемы. Поэтому всё сразу складываем на место, что можно. Так. Внимаем каретку. Первая ручка. Откручиваем её. На ручке есть винты, которые очень легко откручиваются. Откручиваем винты ответной части каретки нижней. Просто откручиваем винтики. Освобождаем их. И снимаем ответную часть каретки. Всё. Вот, чтобы закончить уже с нижней частью, достаточно взять зажим и завернуть его прижимным винтом. Прижимаем каретку с правой стороны, не с самого края, но поближе к краю. Сантиметров 5 от края зажали каретку. Всё. Теперь берём коробку и начинаем её всё это упаковывать. Вот перед нами всё имущество, которое мы должны упаковать в коробку. Коробка лежит ко мне ручкой. На инструкции не всегда внятно нарисовано. Иногда получается, что рисунок вверх ногами идёт. Коробка лежит ко мне ручкой. Берём, первым делом укладываем стойку. Поворачиваем к себе уголком. Укладываем её так, чтобы вот стойки только выходил за гнездо держащее. Вторым делом убираем, можем убрать теперь грузики. Грузики одеваются, поднимая пружину, укладываем грузики. У меня их один грузик, сейчас я показываю на самом деле их пять. Все пять грузиков положили, зажали пружиной пружиной. Далее мы начинаем укладывать нити натяжителя и нити направителя. Берём нити направитель. Петельками к себе, вот этими хвостиками внутрь коробки. Пружина отжата. И укладываем эти нити направители один на другую. Петелька к себе, с алюмии направителями в сторону коробки. И они упираются в боковую стену. Теперь нити натяжителя, точно так же. Длинненькой частью к себе, компенсатором в сторону коробки. Хвост ложится за отдел грузика. И укладываем внутри компенсатора один за другим. Пружина легко прижимает и компенсаторы, и нити направители. Вот здесь, в отделе, где мы храним оттяжные гребёнки, есть петелька. Усы, нити направители, нити натяжители мы заправляем за эту петельку. Они не будут болтаться при переноске. Очень удобно. Следующее, что мы делаем, ответную часть каретки. Переворачиваем её вверх ногами и укладываем к себе. Вот так вот. Она легко ложится в пластмассовый паз и зажимается зажимами пластиковыми. Щётчик укладываем, переворачиваем его от себя, держащим элементом от себя. То есть кладём щётчик на спинку и он прекрасно укладывается в свой паз. По-другому он не ляжет. И ручка каретки с винтами в сторону стенки ложится как раз между ответной частью каретки и щётчиком. Разжимаем пружину. Есть зажимы? Есть. Зажимаем с одной стороны. Одна сторона пружины просто защелкивается. Вторая проходит между ручкой и щётчиком. И зажимает сразу и щётчик, и ручку. И они обе вместе придерживают ответную часть каретки. Всё. Вот это всё уже никуда, никогда не вывалится и не сводится. Машина собрана. Берём каретку и очень аккуратно одеваем её на машинку. Начинаем с противоположной зажимом части. Причём смотрите, чтобы вы не повредили каретку. Она лежит очень аккуратно, неосторожно можно её поломать. Зажимаем прижимные ленты. Всё, машинка готова. Можно укладывать на хранение, либо перевозить. Если вам было полезно это видео, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Пусть они тоже знают, как надо упаковывать вязальную машину Нива-5. А также вы можете посмотреть другие мои видео на эту и другие темы. До встречи на сайте «Изба вязальня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok